Главный женский страх – это то, чтобы не найти того, кого надо. Это доказано, это такое есть. То есть получается, этот страх, он нас парализует, поэтому мы, ну, зачем я пойду на свидание, а вдруг я никого не встречу? Или там, зачем я буду другие делать фотографии, а вдруг я никого не найду, а я уже там во имя деньги, энергию потратила. То есть вот этот страх того, что я не найду того, кого надо, он парализует женщин и останавливает их от того, чтобы совершать действие. Тут только делать. Если у вас, если вы про себя знаете, если вы как раз-таки одна из тех, кто писал, что я жду, пока он на меня посмотрит, и тогда я там и ищу, что буду делать. Вот с этим надо бороться, надо ходить на свидание, на видеосвидание настолько, чтобы вы имён их не знали, чтобы вам вообще было абсолютно всё равно с кем, когда и как, чтобы вы понимали, что в любой момент, в любой ситуации вы готовы зайти в ресторан и начать беседу, рассказывать ваши истории о том, о чём, ну, как сказать, как вам надо, куда вы поведёте. Опять же ещё раз говорю о том, что большинство мальчиков, большинство мальчиков на свидание ходили очень давно. Они забыли, они не умеют. Помните, я рассказывала историю про мужчину, который, когда у нас год назад был отель, не отель, а замок тогда был, он в машину сел, он даже доехать не мог. В отеле он уже с девчонками зажигал. Да? Про следующий замок он сказал, я не знаю, сколько стоит, но ты меня уже забронируй. Понимаете? То есть вот для того, чтобы войти в этот настрой, я могу общаться с кем угодно, это на самом деле тренировка, так же, как мышцы, так же, как всё остальное. А теперь сказать вам, как зажечь мужские глаза. Поставьте плюс, если да, если вы поставите минус, то вы человек и диска. Я вам сейчас расскажу. Я сама на самом деле этот совет давала, но сейчас я вам расскажу в другой форме. Итак, сказать вам, как зажечь мужские глаза, ставьте плюсы, если да, а кто поставит минус, тот человек и диска. Окей, плюсы пошли. Так вот, один из моих клиентов, я могу спокойно рассказать эту историю, потому что он по-русски не говорит, а девушка, которая это касается, она вебинар мой точно не смотрит, поэтому могу посплетничать. Он мне посылает свою фотографию и говорит, вот такую женщину я искал. Думаю, что ж он такого-то нашёл? Он мне поставил фотографию, и она на эту фотографию правильно отреагировала. Значит, фотографию я вам сейчас напишу в красках. Значит, вместо белого фона там мятая простыня, такая желтоватенькая, то есть цвет плохой. Знаете, как это, на паспорт иногда мы такие фотографии делаем, такая мятая простынка у нас такая на заднем фоне. У него одеты солнечные очки, типа как лыжные, когда бровь торчит. При том, что маечка у него такая в аптегушечку, что, в принципе, в 50 лет уже как бы, ну, не очень в аптегушечку смотрится. Он, конечно, худенький, но всё равно как-то вот немножко слишком молодёжненько. И вот он такой стоит, вот такой вот, вот такой вот. И у него там бровь над солнечными очками, у него бровь. Ну, картина маслом. То есть я, в принципе, честно говоря, изумлена, что он эту фотографию вообще послал, потому что на этой фотографии, вот с моей точки зрения, 50-летней женщины, он смотрится, ну, глуповато. А он такой вот, вы знаете, простынка мятенькая, он в этой маечке, в обдергайчике, в такую вот обтяжечку, вот так вот ручки сложил, и у него там бровь над солнечными очками поднялась. И дама ему написала, ой, ты как... Помните, да, мистер Смит, который там клонировались? И он мне, вот такая женщина мне нужна, которая обратит внимание, которая обращает внимание на детали. Да, вот у меня и бровь поднята, как у мистера Смита, и очки, хотя у мистера Смита не было темных очков. То есть я вот такой же, вот такой же вот роковой мужчина, как мистер Смит в матрице. Понимаете? Он ей послал, вот серьезно, но задайпушную фотографию, простите меня за мой этот самый колхозный язык, абсолютно задайпушную фотографию, в которой он не излучает ни уверенности в себе, ни стабильности, ни финансов, которых у него много. Просто придурочная какая-то задайпушная фотография в дешевых очках на фоне мятой простынки. Представляете себе вот комичную ситуацию? Вместо того, чтобы как вы бы сделали, ага, 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 она ему написала, ты мистер Смит из матрицы. Уловили? То есть смысл для того, чтобы у мужчины гаели глаза на вас, это не вы ждете, пока у него загоятся глаза на вас, а вы учитесь хвалить то, что увидите, даже если это задайпушная фотография на мятой желтоватой простынке. Просто молодые девочки, у них еще есть вот этот восторг от жизни, они мужчин хвалят за всякую фигню, простите меня опять же, и соответственно, мужчины хотят получить вот этих эмоций, и именно за этим они к молодняку неопытным и бегут. А мы с вами, взрослые, опытные, ну подумаешь, фотку прислал, ну подумаешь, что там вот тут ручки свои как-то скрючил, ну и наши с вами реакции. И получается, проскочили, и он прислал фотографии, если он ее прислал, то в своем мозгу, нравится нам или не нравится, в своем мозгу он же выслал фотографию, потому что он считает, что это круто. Ловите мою мессель? Он-то эту фотографию выбрал и послал на мятой желтой простынке, потому что он-то считает, что фотография классная, что он почему-то чем-то себя представил классно, там ничего классного нет. Вот честное слово. Я смотрела, ну при моем восторге от людей даже меня не зацепило. Но она его похвалила, и он за этот комплимент, Ольга написала комплимент, конечно, он за этот комплимент уже пишет после двух дней переписки, что он именно такую женщину хочет найти. Ловите мысль? Я знаю, тяжело. Вот, но тут надо смириться с мыслью, что мальчики не взрослеют, мальчики не стояют. Если он вам прислал какую-то свою машинку, которую он имонтировал, то первая ваша реакция может быть, ну и... А дальше вы говорите, какая... Ты вот это все сделал сам? Вот правда? То есть проглотить вот это, ну и... И уже исходить из того, что он послал вам фотографию, текст, что-то еще, в надежде для того, чтобы получить какой-то комплимент. Могу сказать вот из моей ситуации. Мой кавалер, мы идем вместе в кино, он покупает билеты, посылает мне скрин билета. Я сначала тоже, зачем мне? Мы вместе идем, у тебя эти билеты в телефоне. Мне-то это зачем? Но сейчас я уже стала... Спасибо тебе большое, так классно, я теперь знаю, где мы сидим. И он так как кактус расцветает, и все хорошо. Понимаете, о чем я? То есть в тот момент, наверное, сейчас правило такое вырабатывается эмпирическим путем, что в тот момент, когда мужчина что-то делает, на вас с ожиданием, я бы сказала, такое смотрит, а в голове у вас, ну и... Соответственно, этот как раз таки момент, выдавите себя, какой-то комплимент, этот комплимент выдать, как будто вам 20 лет, и как будто он что-то, ну такое необыкновенное сделал. Вот тогда у него будут глаза гореть. Тогда ему не важно, сколько вам лет. Тогда ему не важно, там, с лишним весом, не с лишним. Тогда ему не важно, с детьми или без. И вопрос, проблема заключается в том, или, скажем, дилемма заключается в том, что вот этот комплимент надо наработать у себя так, чтобы говорить не только тем людям, которые вам нравятся, а которые вам пока еще не очень нравятся. Потому что если вы будете говорить комплименты, они будут за вами кружиться. А там, где 2-3 крупных, там будет 3-4 мелких. Вы же сами знаете, мужчины – стадное чувство. Если вам никто не пишет, никто и не пишет. А если получается, что хоть один какой-то зацепился, тогда под эту атмосферу начинают притягиваться другие мужчины. Это с деньгами так. Если пришел один клиент, а ты уже расслабилась, успокоилась, то и другие прибегают. А если клиентов нету, тогда начинаешь нервничать, и не приходит никто. Субтитры создавал DimaTorzok